Остров Змеиный, выдерживаю паузу, свои эмоции можете оставить в комментариях. Ну а сейчас, если серьезно рассматривать ситуацию по острову Змеиному, с одной стороны это выглядит, конечно же, как гром среди ясного неба. Тем более, после масштабных различных попыток атак на остров Змеиный со стороны украинской страны и отбития этих атак, а также несущественных, по большому счету, повреждений на острове Змеиный, вдруг резко российская армия оттуда выходит. Согласно официальному российскому сообщению по этому поводу, это акт доброй воли. Соответствующее сообщение я разместил у себя на трерам-канале. Можете ознакомиться и не забываем подписываться в век разгул свободы слова и демократии. Напомню, что с украинской стороны даже сообщалось, что там все укрепляет российская армия и, несмотря на яростные атаки, ничего не удается, но украинская армия не оставит попытки освободить остров Змеиный. Ну и сейчас, конечно же, Зеленский, Данилов наверняка оденут белые костюмы и будут рассказывать, что они, конечно же, остров Змеиный освободили. Ну а кто внимательно наблюдал за событиями, тот прекрасно понимает, что шли переговоры насчет того же Зерна. И, вероятно всего, действительно это связано с определенными договоренностями. И со стороны Украины теперь должно быть определенное разминирование для того, чтобы вывести суда с продовольствием. Потому что именно эта тема, как вы знаете, интересует международные различные организации и страны. Напомню также участие турецкой стороны в этих переговорах. И вообще геополитика штука тонкая. И какие-то действительно делать выводы опять можно через время. Потому что, видя отдельный шаг, не всегда можно, конечно же, заметить всю картину. Ну и с Одессы мне пишут, что же это значит, как же за рыбу гроши, что же это происходит. Друзья, со временем посмотрим. Так же, как действительно военные составляющие уж точно, навряд ли могут оценить те, кто, как говорится, к теме не имеют отношения. И естественно, что украинская пропаганда сейчас это будет трактовать как однозначную перемогу Владимира Зеленского. И что вот видите, как все успешно продвигается. Ну и, конечно же, будут замалчиваться реальные поражения украинской армии на Донецко-Луганском направлении. И что скорость перехода под контроль российской армии различных поселков увеличилась. Ну и Владимир Путин вчера высказался, опять же, по событиям, которые идут в Украине. И думаю, там тоже все красноречиво понятно. Ну а касаемо, как раз-таки, геополитических различных договоренностей, так они не прекращаются, в принципе, никогда. И идут определенные переговоры, определенные намеки. И несмотря на воинствующие различные заявления со стороны, опять же, западных так называемых партнеров, что они будут там до конца что-то делать, снабжать. Ну одно дело громкие заявления, а другое дело реальные действия. Кстати, можете посмотреть схему, сколько какая страна тратит от своего военного бюджета, кто выступает за Украину. Очень красноречивые цифры у меня на телеграм-канале. Ну и, конечно же, ряд европейских стран будут клонить ситуацию к определенному знаменателю переговоров. И, скорее всего, что постараются сделать это к осени. Ну а остров Змеиный это всего лишь один из шагов в непростой комбинации, которая сейчас разыгрывается на постсоветском пространстве и уже постевропейском пространстве. Потому что, к примеру, Макрон с Джонсоном обсуждали вопрос о создании некоего подобия Римской империи. С включением туда Турции и Северной Африки. Интересно, что по этому поводу думает Турция, ее руководитель, который имеет свои имперские амбиции. И эти люди, Джонсон и Макрон, заявляли о каких-то российских амбициях. Однозначно, можно сказать, что мир уже не будет прежним. Никто не знает, в каком направлении все это будет развиваться. А остров Змеиный это всего лишь один из тактических шагов. И неизвестно через несколько шагов, как изменится ситуация и в каком направлении. Причем, у меня есть определенные догадки, но пока что я их не буду озвучивать. А вы что думаете, напишите в комментариях.